Сегодня в Общественной палате Архангельской области объявили о начале формирования пула наблюдателей на выборах в единый день голосования 11 сентября. Для этого открыт общественный штаб, задача которого подготовить и обеспечить наблюдение за работой участковых избирательных комиссий. Общественный штаб по наблюдению за выборами 2022 в Архангельской области возглавил Евгений Шевчук. Штаб состоит из нескольких подразделений. Основная работа ляжет на плечи группы подготовки и координации наблюдателей. Обучение пройдут около тысячи человек. Не видим партийной принадлежности. Для нас они все равны. Но естественно мы бы хотели, чтобы партии выдвинули своих наблюдателей, чтобы не было потом какого-то вакуума, что от той партии не было, от этой не было. И приходили какие-то люди партийные на участки и от имени партии говорили о том, что они какие-то нарушения видят. Выборы пройдут не во всех муниципалитетах, но нагрузка большая. 275 избирательных участков, в списках более 300 тысяч избирателей. В день наблюдения будет работать ситуационный центр, куда будет стекаться информация по ходу голосования. В случае каких-то нарушений будет передана информация. Ситуационный центр будет реагировать вместе с избирательной комиссией на эти сообщения и заниматься проверками. Проверкой всех сообщений, а они по незнанию бывают и необоснованными, займется юридическая группа. Ее возглавляет один из самых авторитетных юристов региона. Наша регион имеет хороший положительный опыт, связанный и с работой общественных наблюдателей, которые также способствуют проведению чистых, с правовой точки зрения, выборов. Ну и, конечно же, работа штаба, наличие там юридического сопровождения, соответствующие группы, на мой взгляд, является актуальным и практически значимым. Традиционно прозрачности выборов будет помогать и видеонаблюдение. То есть на каждом избирательном участке у нас будут находиться видеорегистраторы, которые будут записывать все происходящее в день голосования. Напомним, выборы пройдут в два этапа. Первый в единый день голосования 11 сентября, второй в ряде муниципальных образований 9 октября. Там тоже будет организовано общественное наблюдение. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29.